Привет всем водолеям. С вами Александра и собачки. Мы будем делать расклад на май месяц на отношения для тех, кто в паре или имеет отношения. Близкие или далекие отношения для одиноких водолеев мы сделаем отдельным раскладом. У нас будет Кельтский крест, как всегда. Мы спросим, что нам Вселенная посылает, какие сообщения. Не будем сопротивляться никаким. Какое получим, такое скажем вам. Кельтский крест, карты все прямые, 10 позиций, говорят очень о многом, поэтому достаточно для общего расклада, имейте в виду, торопится к вам ваш рыцарь мечей. Что-то такое он, может быть, натворил, или вы, может быть, вы повздорились или поссорились, но точно совершенно любовь здесь есть, иначе бы вы просто игнорировали друг друга. Здесь нет, здесь вы не игнорируете, здесь, может быть, вы даже рассержены в данный момент, а может быть, наоборот, соревнуетесь и сражаетесь за внимание вашего партнера. Ну, посмотрим, это на дне колоды, что было, да? Посмотрим, если выпадет еще нам что-то похожее. Это общая энергия. Сейчас в центре событий, так мы определяемся, если расклад для вас, сообщение для вас или нет. Та-да-да! Посмотрите, что у нас в центре событий. Все уже знают карта смерть номер 13. Как замечательно! Трансформация. Этот расклад от Вселенной вам, тем, кто хочет свои отношения закончить, трансформировать, убить, мне так кажется. Посмотрим. Это сильнейшая карта. Если вам пора расстаться с этим человеком, то этот расклад для вас. Сообщения здесь будут для вас однозначно. Поэтому рыцарь и стремился к нам на коне, рыцарь мечей, помните, в общих энергиях. Вот эта информация идет навстречу. Если это не вы, инициатор, вы все еще хотите разрушить ваши отношения и построить их заново, или с этим человеком, или с другим, то это ваш партнер. То есть это ваш загаданный человек делает это. То есть он делает это. Вот эта карта очень часто выпадает в мае. Это новые шаги. Ну, к лету, наверное, потому что это шаги, это новые предложения, чувств. Все вокруг думают о чувствах, которые даже они копили, может быть, всю зиму, и сейчас они предлагают. Вот так, с легкостью, это первое чувство, совершенно новое. Это паж, это какой-то просто порыв сердца. Даже еще неизвестно, дружба это или любовь. Вот так. То есть эта карта или мешает, или помогает вот этой, да, основному старшему аркану. Пока не буду трактовать, потому что кто знает, что там дальше получится, что у вас в голове. Ребята, если выпадает башня в голове, а башня, видите, начинает рушиться с головы, или как рыба начинает гнить с головы, не с хвоста, в общем, с головы все начинается и в голове башня, и башня рушится с высоты, то есть с самой высоты, не то, что землетрясение случилось, а какие-то высшие силы разрушили. Вы, может быть, сопротивлялись раньше, не хотели разрушать, может быть, ждали что-то с моря погоды какой-то, и вот она пришла, эта погода, и разрушила все, что можно. А вы, может быть, еще добавляете кое-что, может быть, дополнительно разрушаете. Началось вот с этого, с головы, но вы, по-моему, решили все до конца смести, потому что, видите, эта коса убивает все. То есть началось с задумки, а закончилось вот так. Я бы не сказала, как всегда, это редко бывает. В центре событий – смерть. То есть это для тех дорогих и хороших, кто сделал первый шаг к тому, чтобы закончить какие-то токсичные отношения. Здесь еще не выпал дьявол, тогда будет весь пакет у нас здесь от Вселенной. Посмотрим, какие советы она нам даст в этом случае, потому что вы здесь совершенно серьезно настроены и, похоже, не очень волнуетесь, потому что Паш, Чаш не волнуется. Это не человек, который будет волноваться. Что у вас в подсознании? В подсознании вас сила. Ну, вы готовы, вы абсолютно готовы, вы используете свою интуицию, свои знания, вы знаете, куда вам направляться. Вы же водолеи. Я думаю, что вы направляетесь вообще в другие края, в другие страны. Ну, если не физически, то в вашей голове, я всегда говорю. Вы хотите охватить многое, и это вы можете, потому что у вас будет много сил, внутренних сил. В подсознании карта силы. Очень сильная карта в подсознании. То есть разрушили вы, у вас еще есть силы на то, что, как я и сказала раньше, не только разрушить сверху, но и все смести с лица земли. Все, у вас есть силы на все. На все. Опять три старших аркана. Представляете себе, какая красота? Я думаю, что вы долго ждали этого. Посмотрим, что было в ближайшем прошлом. Ну, видите, это была или королева жезлов, которая представляет измену, или это вы, кто решил, что вам это не подходит, потому что эта женщина решает все за себя. Если вы мужчина, тоже вы решаете все за себя. То есть никаких советов ни у кого не спрашивая, действуя, основываясь на своих знаниях и интуиции, потому что это же все-таки королева, а все королевы представляют у нас стихию воды. То есть каждая королева, меча или жезла, или пентакля, или что еще бывает? Чаши, чаша-чаш, да? Вода-воды. То есть все королевы – это вода. То есть это все женское начало, которое принимающее. Но вот эта королева – самая агрессивная и самая воинственная. Она же является и такой магической сущностью, да? То есть она может манипулировать ситуациями, потому что она способна к действиям, и ей не нужен никакой советчик. Это были, наверное, вы. Потому что только такая женщина в данный момент могла вот это разрушить, имея вот такую силу внутреннюю в себе, и все закончить, чтобы сделать первый шаг к любви. Окей? И посмотрим, чем же это все грозит в ближайшем будущем, какая выпадает карта. Мне интересно, как вы себя видите, но пока сейчас будет позиция в ближайшем будущем. Что я говорила? Только дьявол не выпал. Вот он, выпал. Выпал дьявол. Видите, что получается? Все вы разрушили. Все. И вы готовы сражаться с этим дьяволом, какой бы он ни был. У вас есть силы. Ну, еще мага нам нужно вытащить. У вас есть вот силы. Смотрите, раз, два, три, четыре. Уже четыре старших аркана. У вас есть огромный потенциал. Вот это также невостребованный сексуальный потенциал. В вас сидит, как вулкан. Видите, там сзади наподобие вулкана. Видите? Извергается. То есть это такое извержение. У вас сидит. То есть у вас сидит дьявольская сексуальность, которая проявится в ближайшее будущее, потому что вы расчистили дорогу для нее. Вот эта карта, конечно, хороша в этом положении, если вы ждете таких отношений. А если нет, она просто может сказать, поосторожней, поосторожней. Вы еще не очень опытный. Если у вас не было много отношений, сразу много нельзя, потому что этот паж, он неопытный. Понимаете? Раз, два, три, четыре. Пятая карта. Окей? Пятая карта. Как вы себя видите? Интересно. Во всей этой ситуации, как может человек себя видеть, дорогие водолеи? Как вы видите себя? Мне очень интересно знать. Как вы видите себя? Упс. А вот так вы видите себя. Смотрите. То, что было в прошлом, не хочу. Видите, какая это? Это вообще волшебная колода. В мае она со мной говорит какими-то волшебными такими словами. Вселенная, наверное, довольна, что я ее выбрала. Он говорит, смотрите, что было не хочу, а хочу нового. В обычных стандартных колодах человек смотрит на разлитые чаши и не замечает две новых. Здесь человек сам себе хозяин. Он говорит, вот то ножкой толкну, не хочу, а вот это в ручках держу. Сейчас наполню. Видите, какие там водопады чувств? Вот эти водопады чувств будут наполнены. Так вы себя видите. Такую установку вы себе дали. Ну, знаете что? Наверное, вы можете, потому что дьявол в материальном мире все может. Все может. Только будьте осторожны, да? Будьте осторожны, потому что все-таки это чаши, да? От радости. Будьте осторожны со всякими такими напитками и устройствами, которые изменяют психическое состояние. Будьте осторожны, находясь, например, в опьянении. Будьте осторожны ездить на машине или на каком-то транспорте, или вообще по дороге ходить. То есть если у вас случится вот такое даже небольшое алкогольное опьянение, может произойти опасность из-за того, что у вас состояние такое, которое, вот смотрите, вы, может быть, так уйти в себя, в своих размышлениях или чувствах, что другим людям может не поздоровиться. Или вам, если вы, например, не замечаете окружающую среду, потому что вы, похоже, не очень замечаете окружающую среду, вы делаете то, что вам хочется, то, что вам нравится, то, что вы хотите. Вот так, в ближайшее будущее. Потому что вот эта карта говорит об этом. Мне все равно, что было. Я готов идти вперед. Я пойду. Ни на что не буду смотреть. Смотрите, это карта, когда человек идет по головам у других людей. Ну, посмотрим, как окружающая среда вас видит. Боится она, наверное, вас? Ой, нет, не боится. Окружающая среда – это, может быть, ваш партнер, с которым вы расстаетесь или собираетесь расставаться. Ману желает вам удачи. Она говорит, что ну да, у тебя много шансов, иди, выбирай. Она не особенно с вами сражается. Вы, может быть, свои силы тратите понапрасну, здесь карты говорят. Может быть, вы думаете, что вам так нужно сражаться, а на самом деле это уже было готово. Это, в общем-то, он это и сделал, этот маленький человечек, двойка жезлов. Это окружающая среда. Может быть, это он хотел всё разрушить и потихонечку вас к этому подвёл, а вы взяли как человек действие, взяли и всё сделали, как он хотел. Может быть, и так. Потому что окружающая среда хитренько так сидит и думает, о, ну хорошо, теперь у меня есть выбор. Может быть, поэтому здесь и выпадает карта дьявола, потому что здесь есть какой-то обман, какой-то или какое-то прозрение может быть у вас случится. Кстати, вот эта карта, она и говорит о каком-то прозрении. Какая-то хитрость произошла. То есть что-то было, какая-то хитрость, мне кажется. А какой ваш большой шанс? А ваш большой... Видите, опять старшая аркана выпадает. Ну что, 50% из 10 карт сколько раз? Попробуйте, возьмите колоду и вытаскивайте 10 карт. Если у вас каждый раз будет 5 карт, большой, тогда вы можете открывать свой канал, я думаю. по чтению карт 2. Я не знаю, вот так говорит Вселенная. Дает мне только карты старших арканов, как минимум 50%. Видите, это работа над собой. Это ваша карма к вам возвращается. Ваша задача сейчас, возможно, просто ничего не делать больше, отдаться судьбе. Вот это колесо фортуны, потому что все, что вы уже сделали, вы сделали. И теперь вас это колесо фортуны несет на волне прошлого, то, что вы сделали в прошлом. Ну, конечно, не забывайте то, что вы сделаете сегодня. Результаты-то будут завтра, когда мы сеем семечко сегодня, дерево вырастает потом. Поэтому это тоже самое колесо фортуны говорит. То, что вы получаете сегодня, результаты своих трудов, вы, похоже, знаете, какие они, и вы должны их использовать. Вот эта карта говорит, это ваша цель. А может быть, так же и переехать, конечно. Ну, вот все разрушили в одном месте и пошли дальше строить в другом. Так тоже бывает, правда? Ничего в этом такого удивительного нет. То, что смерть же еще была к тому же. Себя можно так же. Ага. Возможный исход. Семерка мечей. Семерка вообще. Семь. Везде это магическое число. Мы много чего имеем. Семь, включая семь планет. Это решение, которое человек принимает сам, ни с кем не советуясь, может быть, никому не объявляя, и делает. Так вы и сделаете. Может быть, у вас уже некому объявлять, или вы уже решили для себя, и так вы и сделаете. То есть вы поступите тихо, спокойно, просто возьмете, что-то откроете, какую-то правду, или о своем партнере, или о себе самом, и, похоже, уйдете, совершенно забыв о прошлом. И, похоже, вам это нравится. Похоже, вам это нравится. Но здесь трудно-трудно. Да, трудно-трудно. Может быть, вам захочется, кстати, и... Не знаю. Ну, не с горя, но, может быть, от стресса, потому что вот это тоже стресс. Может быть, вам захочется быстрой езды осторожней. Я уже говорила. Вот эта карта 10, да, она колесо называется. То есть осторожно, когда вы ездите на машине в состоянии... Помните, я даже говорила, когда еще даже не пришла эта карта? В состоянии легкого объединения осторожней, когда вы ездите на машине, потому что вам, может быть, захочется быстрой езды. Очень быстрой езды. Будьте осторожны. Вот так карты говорят. Все, что вы могли, вы уже сделали. Удачи вам, дорогие водолеи. Будьте осторожны на дороге. Такая основная тема. Ну, нет, конечно, это же тема про отношения. Нет, я думаю, что вы сделали правильно. Карты говорят, что вы сделали правильно. Партнер, который вот так думает о вас, он, я не знаю, мне кажется, он не очень по силам вам подходит, потому что вы человек сильный, похоже, очень сильный. Даже если это была какая-то соперница или соперник, вы все это разрушили и готовы строить заново. Поэтому все с лица земли снесли, как я говорю, и готовы делать первые шаги. Ну вот, видите, это паш, паш-чаш. Это первые шаги, и они будут, кстати, оригинальные, может быть, неожиданные для вашего партнера окружающей среды или для вашего бывшего окружающей среды. Хорошо, очень это и нужно делать, потому что не каждый способен взять две чаши и забыть о трех, которые разлиты. У вас, похоже, есть сила на это, но мы уже говорили. Сила, конечно, есть. Ну и дьявол поможет. Вот так, на пути, я бы так сказала, потому что ну фиг с ним, и пусть будет так. Удачи вам, мои дорогие водолеи. И мы заканчиваем. С вами была Александра и собачки. Пока-пока.